Здравствуйте! Это программа «Тема дня». Меня зовут Ирина Синягина. Сегодня мы говорим про начальную военную подготовку. Этот предмет вернули в российские школы в прошлом году. Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое. Раньше в нашей стране этот предмет был очень популярным и имел важное патриотическое значение. Но времена менялись, и этот предмет, к сожалению, был упразднён. Сейчас он опять вновь преподается в школах в качестве дополнительного образования для старшеклассников. Но, увы, практика показала, что, к сожалению, педагогов, и в частности тех учителей, которые могут преподавать этот предмет, в школе не хватает. Этот вопрос хотят и будут решать представители Центра «Наука побеждать». Именно сегодня это гости нашей студии. Я рада вам их представить. Это председатель Центра «Наука побеждать» Кирилл Куприянов. Здравствуйте! Учредитель организации «Наука побеждать» Илья Николаевич Хурунджий. Добрый день! И пресс-секретарь Анастасия Викулова. Здравствуйте! Давайте начнём вообще. С чего всё начиналось? Почему вы решили заявить о такой необходимости обучать педагогов? Ну, вообще, в принципе, данный Центр – это достаточно эволюционный процесс. То есть, первоначально, ещё задолго до создания Центра, мы начинали с федеральной школы рукопашного боя. Занимались с детьми и спортивным воспитанием, и патриотическим воспитанием. В дальнейшем мы эту тему немножко докрутили, развили, как волонтёрскую организацию начали преподавать детям, поскольку уже на тот момент времени была заинтересованность подрастающего поколения. Это вот начальную военную подготовку, но это организовывалось на базе спортивных лагерей, возможно, там, при воспоминаниях озорниться, что было крайне востребовано подрастающим поколением. А вот когда появились действительно на уровне государства задач по начальной военной подготовке, озвученной президентом, правительством, вот в этот момент времени, конечно, понятно было, что с такой задачей нам, коллективу энтузиастов, несмотря на то, что наши сотрудники имеют и боевой опыт, и сотрудники спецподразделения, но с такой объёмной задачей нам, конечно, близко даже не справиться. В связи с этим было принято решение нашей инициативной группы о создании Центра, который поможет в том числе и ветеранам СВО, вернувшимся и доказавшим свою состоятельность, как патриотам Родины, именно им и другим желающим, не безразличным людям, вернуться на уровне преподавания в школы и поднять вопрос именно вот о начальной военной подготовке, которая действительно сейчас является новым предметом, хорошо забытым, старым. И мы приняли решение идти на аккредитацию и создавать тот коллектив, который может именно обучать педагогов, которые сумеют уже этот предмет преподавать детям. Но это достаточно долгий процесс, да, чтобы вот учить педагогов, это нужна специальная лицензия. Вы сейчас находитесь, как можно уже сказать, наверное, на финальной стадии получения вот этого лицензирования. Вот расскажите, насколько это всё сложно и какая работа этому предшествовала? Ну, о предшествующей работе, как мы к этому пришли, вкратце я вам рассказал. Но это методические пособия, наверное, да, какие-то? Ну, поймите, то есть государство в плане лицензии делегирует определённые полномочия, именно там государственные задачи, скажем так. Поэтому, конечно, такие процессы за пять минут приниматься не могут. Поэтому действительно был создан методический материал, который в данный момент времени уже прошёл там лицензирование Министерства обороны, как профильное всё-таки министерство в этом плане. Вот. Дальнейшее идёт и аккредитация помещений, и аккредитация методического материала в Министерстве образования. Да, эта работа, принятие государственного решения, она не быстрая, она правильно должна быть осознана, взвешена. Эта работа ведётся. Ну и да, в данный момент времени, начитала она, конечно, не вчера, можно сказать о том, что мы на финальной стадии, дай бог всё удачно сложится, ну и, соответственно, где-нибудь в августе, в сентябре мы уже сумеем приступить к этой деятельности на нормальном уровне, так как и положено, как и подразумевается согласно методических материалов. Ну вот начальная военная подготовка – это не только физическое состояние человека, так скажем, молодёжи, но и патриотическое воспитание. Вот расскажите о патриотической работе, которая ведётся в вашей организации. Насколько она вообще сегодня важна и актуальна в сегодняшних реалиях? Ну, на сегодняшний день мы через себя пропустили уже более трёх тысяч слушателей всего лишь за каких-то десять месяцев нашей работы, да. Мы провели уже ряд мероприятий и лагерей, проводим постоянные занятия с школами, колледжами, с всяческими учебными заведениями, в которых у нас проходит по трём инстанциям. И первое, что мы делаем, это мы вообще рассказываем, что такое армия, да, для чего она нужна, да, как человек вообще, любой молодой человек, либо девушка, да, могут служить, и для чего нужно служить, как нужно любить Родину и всё остальное. И по трём направлениям. Это первая, тактика ведения боя, тактическая медицина, и, конечно же, подготовка к военной службе. Мы за это время провели уже не, ну, наверное, с десяток занятий в школах, которые у нас проходят по заказу, да, то есть у нас образовательные учреждения дают заказ, что они хотят, да, к чему детей больше подтянуть. То есть по тактической медицине, значит, мы углубляемся туда. Если по тактике, там, более старшего, да, возраста, по занятиям с оружием, это одно направление. Также у нас есть ряд школ, которые в течение всего учебного года приглашают к себе, и мы проводим занятия по начальной военной подготовке уже дополнительно, как доп. образования. Ну вот, если характеризовать сегодняшних школьников, какие они, что они знают, умеют, вообще интерес они проявляют к этим урокам? Первые занятия были, конечно, слабенькие, да, никто не понимал, но потом стоило только где-то одно занятие провести, где-то два занятия. И уже у детей появляется интерес, что это не компьютерная игра, это все реальность, и это можно реально попробовать, реально там собирать, разбирать автомат, да, то есть передвигаться с автоматом, то есть попробовать, что такое оказание первой доврачебной помощи. И, соответственно, конечно же, интерес к этому растет. И с каждым разом аудитория наполняется все больше и больше, и желающих появляются, и даже бывает такое, что люди повторно приходят на занятия, так как мы дополнительно проводим еще и занятия у нас в центре, по выходного дня, так сказать, да, но это по предварительной записи, потому что наши аудитории не позволяют порой принять столько народа, столько хотят, поэтому мы записываем их заранее и набираем группы, которые занимаются по выходным, выходные дни. То есть сейчас можно говорить, что есть некий пробел, да, вот в таком образовательном процессе, именно что касается военно-патриотического воспитания. Да. Дети меняются, да, и сегодня век информационных технологий, гаджетов, это все куда-то уходит назад. А вот скажите, вот в плане обучения педагогов, да, которые впоследствии будут учить сегодняшних современных школьников, вот что они должны знать, в первую очередь? Возвращаясь немножко назад, к предыдущей теме, сейчас растет очень талантливая, очень ищущая молодежь. Конечно, находясь в большом информационном поле, не смотришь, что такое хорошо, что было. Я вас перебью, у нас рекламная пауза. В эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о возвращении в российские школы предмета начальной военной подготовки. Именно Центр наука «Побеждать» будет заниматься подготовкой будущих специалистов, которые будут реализовывать в российских школах и рассказывать об этом предмете, погружать наших современных ребят во все процессы. Итак, мы будем говорить о курсе, который в перспективе уже в самое ближайшее время начнется реализовываться на базе вашего центра. Как правильно готовить педагогов? Что сами педагоги должны знать, чтобы потом впоследствии транслировать ребятам? Ну, как мы со своей стороны это видим, то сейчас эта задача достаточно многоплановая. У нас растет интересующаяся интеллектуальная молодежь. Они находятся в большом информационном поле, к ним поступает огромное количество данных. Поэтому, ну, и донести, что такое хорошо, что такое плохо, сейчас несколько сложнее представляется возможным. Поэтому, как минимум, педагог должен уметь донести и разговаривать с подрастающим поколением на его языке, на тех основах, которые им близки, для того, чтобы суметь донести непосредственно ребят свою идеологию и так далее. Более того, мы планируем работать с разноплановыми людьми. То есть, есть просто люди, которые хотели бы, имеют профильное образование, скажем так, и хотели бы заняться начальной военной подготовкой. Для этих людей, конечно, курс будет больше акцентирован на узкоспецифических вещах, которые им не достают и так далее. Для, например, людей по ряду причин, оставивших воинскую службу, но имеющих шикарный опыт в этом плане и подтвердивших свой патриотизм, в том числе на линии боевого высокоприкосновения, здесь будет несколько иной акцент. Здесь будет акцент больше на исторические данные, знания истории и так далее, непосредственно на педагогику. То есть, да, их учить, собирать, разбирать автомат не надо, а вот научить их донести правильные вещи до подрастающего поколения. Вот это будет в данном случае наша задача. Поэтому здесь будет комплексный подход, и, естественно, будем исходить из того человека, которого мы должны обучить, и восполнить те пробелы, чтобы полностью был методический материал. Как и преподавание, так и фактический предмет, который он преподает. Здесь будем стараться работать комплексно. У нас есть звонок. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Вы в эфире. Отлично. А подскажите, пожалуйста, вот мне очень интересно, а будет ли чем-то отличаться сам предмет от того, какой он был раньше? Насколько он будет отличаться, и насколько будет отличаться подготовка педагога? Ну, например, там, вот, в 80-х годах, когда он был, и сейчас. Вот насколько это будет сильно отличаться? Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Я так понимаю, да, времена меняются, и вот хотелось бы узнать вот о веяниях, да, времени. Как время? Нет, ну, базовый курс, базовый курс традиционный, скажем так, он уже проверен временем, он уже оточен, он, конечно, должен оставаться тем курсом, к которому мы все привыкли, и который был раньше. Ну, конечно, появляются в том числе и новые там средства, виды вооружения, там, беспилотные летательные аппараты и так далее. Поэтому с учетом нынешних реалий, тот курс будет дополнен именно в практическими знаниями и так далее. Но проверенный годами советский курс, который был понятен всем и показал свою эффективность неоднократно, он, конечно, за базу будет оставлен. Но дополнен теми вещами, в том числе донесением информации, появятся интерактивные уроки, что не представлялось раньше технической возможности. Вот это будет скорректировано с учетом времени. Вот я знаю, что ваша организация, она также планирует, да, заниматься подготовкой педагогов, которые будут обещать операторов БПЛА. Это тоже такое современное очень направление. Мы сегодня знаем, что средства вооружения совершенно меняются, переходят на другой технический уровень. Вот расскажите про это направление своей работы. Анастасия, я думаю, тут здесь Илья намного лучше расскажет. Давайте, Илья, расскажите нам, вот как будет построена работа в этом направлении. На сегодняшний день это самая востребованная, наверное, профессия. И из направлений даже, что касаемо как на линии фронта, так и в наших курсах, да. Так как эти специалисты необходимы, ну, в первую очередь, понятное дело, что на фронте, да. И перед военкоматом поставлена задача уже на сегодняшний день о подготовке нового ВУЗа 225, да, это подготовка, это специалисты эксплуатации и обслуживания, ремонта беспилотных летательных систем. А также эти специалисты требуются и в гражданской специальности, да, это и в МЧС, и в лесной охране, и в кадастре, в их вещах, да, то есть, как бы, ну, то есть, эти специалисты требуются на сегодняшний день везде. Поэтому документы по окончанию этого курса государственного образца будут выдаваться всем, и это будет уже как профессия, то есть, который в последующем, по которым может работать уже человек, который окончил эти курсы. Так как, вот, мы сейчас работаем совместно с проектом «Архангел», да, который занимается подготовкой операторов ВПЛА, и, как бы, непосредственно он, как правильно, подготавливает, да, и отправляет операторов на СВО. И также еще есть кружки, это уже для более молодых, да, это юный авиатор, дети, которые учатся управлять, также и собирать, так как изначально же это была как компьютерная и детская игра, да. То есть, для нашего региона это такой уникальный проект, потому что, насколько мне известно, вообще в целом в России немного таких центров образовательных платформ, которые готовят специалистов, да, операторов ВПЛА. Ну, обучать, много где обучают, да, а вот прям полный курс от сборки и до, там, окончательного, да, то есть, полетов и с дипломом государственного образца, это будет первый. То есть, это, получается, будет настоящая профессия? Да, да. Более того, данная профессия, она действительно, войны начинаются и заканчиваются. Первый топ 100 потенциально интересных профессий, и в том числе для молодежи. Оператор ВПЛА входит, это достаточно высокооплачивая в дальнейшем специальность, при том, которая действительно не требует такого долгого обучения и настолько серьезных и глубоких профессиональных знаний. Однако, это востребованная профессия в гражданской сфере, и в дальнейшем те ребята, которые прошли НВП даже, грубо говоря, в части касающиеся, они будут востребованы как гражданские специалисты. А вот сколько необходимо обучаться, чтобы уже освоить это направление работы? По часам, по методике, ты лень, подскажешь. От 70 часов и далее. То есть, это достаточно такой емкий, быстрый процесс? Ну, не сказать, что он быстрый на самом деле. Здесь просто он разбит на разные направления. Все равно же нужно именно отрабатывать по частям обучения. И каждое направление занимает определенное количество времени, соответственно. Но, насколько мне уже известно, это сначала идет теория, потом идет практика в специальном учебном кабинете на компьютере, специальная программа. И только потом это уже, так скажем, отработка всех полученных навыков на открытом поле, на пространстве, где мы уже управляем непосредственно беспилотным летательным аппаратом. Правильно все я говорю? Да, совершенно верно. Изначально ученик должен, назовем его так, должен вообще понимать, чем он управляет. То есть, это технические все характеристики, из чего он состоит полностью. И в последующем попробовать сначала в компьютерном классе, где имитация тренажера стоят, на которых он пробует летать, а в последующем уже это завершающий этап, это уже налеты на открытом воздухе. Ну вот мне нравится, что вот ваши организации, да, то есть инструкторы, которые это преподают, они знают все изнутри. У вас даже есть специальный цех, где они все паяют, делают. Я знаю, что у вас даже разработаны свои первые, буквально там несколько назад, три беспилотных летательных аппарата, которые собрали ребята сами и протестировали уже, они работают и функционируют. Ну вот даже если целиком о центре говорить, это все-таки эволюционные процессы, даже по преподавателям ОДВП, по преподавателям инструкторов БПЛА. То есть, естественно, почему мы шли несколько дольше, потому что пока сами мы не занялись начальной военной подготовкой, например, да, мы не могли учесть огромное количество нюансов, которые вот благодаря инструктору в процессе обучения детей, то есть очень тяжело заниматься любым процессом, обучать, если ты сам в него не погружен. Поэтому здесь также и по операторам, и у инструкторам БПЛА, то есть если люди знают предмет от шурупа до уже летной части, то, конечно, ему преподавать легче, поскольку сами, когда они обучались, они с многими нюансами сталкиваются и могут слушателям уже донести то, что сделали своими руками, не оторвано от жизни. Поэтому здесь, да, мы как раз и идем к комплексному подходу и стараемся обучать профессионалов, которые действительно знают процесс от АДАЕ. Вот я-то, насколько знаю, в вашей организации несколько, да, отделов, мы поговорили только о небольшой части. Анастасия, вот расскажите в целом про вот отделы, которые мы еще не осветили. Ну, я бы все равно хотела отметить отдел специалист, как раз о котором мы в основном сейчас разговаривали, это подготовка преподавателей для нашего же центра. То есть это принципиально важно, чтобы это были люди именно с боевым опытом, да, в том числе со специальной военной операцией, потому что, ну, как уже здесь отмечали не один раз, важно, чтобы человек был внутри системы, понимал, как все работает и мог действительно донести информацию правильно до тех, кого впоследствии мы будем обучать. Это и дети, и, соответственно, педагоги. Этим всем занимается как раз специально у нас отдел, который называется специалист. Есть отдел рекрут. Он уже занимается именно подготовкой педагогов в учебные центры школы, образовательные учреждения. Там как раз проходится полный от А до Я курс, и впоследствии выдается диплом, с помощью которого как раз уже можно подтвердить свою квалификацию и идти преподавать в учебное заведение. Также в этом же отделе, в принципе, любой желающий может пройти обучение по начальной военной подготовке. Можно, в принципе, на нашем сайте ознакомиться с этой информацией, записаться на любой курс, на любое направление. Там подробно все описано об этом. Третий отдел, который Илья как раз затронул, это юный патриот, куда входят как раз и лагеря, и, соответственно, работа с детьми, школы, кадетские классы, юнармия, спортивные организации, в том числе работа с будущими призывниками, подготовка. И, в принципе, все, что касается по военно-учетным специальностям, в том числе с университетами, где есть военные кафедры. И четвертый отдел авиатора, о котором мы говорили, в принципе, тут уже все понятно, не будем повторяться. И, наверное, тоже один из самых таких важных отделов, это социальный, потому что мы действительно с самого начала, как организация появилась, очень много проводим социальных проектов. Это в том числе набор групп детей из неблагополучных семей, помогаем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, военным, участникам специальной военной операции, в том числе помощь медицинская, психологическая, трудоустройство. Помимо прочего, это сбор гуманитарной помощи, опять же, в зону боевых действий. То есть все, что касается социальной деятельности, помощи различным учреждениям. Есть шефство над школами, интернатами, взаимодействие с АПЦ. Такой достаточно объемный, широкий у нас спектр именно по социальной направленности. Сейчас ведем большую работу о том, чтобы наладить несколько округов, то есть города, которые располагаются относительно близко друг к другу, где мы договоримся с учебными центрами. Мы надеемся, что у нас в скором времени это все получится. И у нас будут функционировать 12-13 учебных округов, где дети и любые желающие из ближайших населенных пунктов смогут вместе объединяться и проходить эти курсы по начальной военной подготовке. Все это соответственно на наших сейчас благотворительных основах. То есть все равно вы уже ведете какую-то такую региональную программу в разных муниципальных округах, правильно я понимаю? Конечно, да. На сегодняшний день у нас проходит занятие в Осташевском городском округе, в Фировском, Кимрском, в Вышнем Волочке, Ржев. Вот сейчас, в данный момент даже, сейчас проходит лагерь в Оржеве, молодая гвардия, в котором также участвуют как ведущие инструктора, это именно инструктора науки побеждать, которые занимаются с детьми, подростками, по начальной военной подготовке, по всем вышеперечисленным нормам. А вообще, вот расскажите, вот когда создавался Центр, ему дали название «Наука побеждать». Что таится под этими словами? Ну, здесь гораздо проще. Название, оно достаточно известное. Это военный труд Александра Васильевича Суворова. Не изменяет память, датированной 1795 годов. И принципы основы, те, которые были им заложены, да, они достаточно близки. То есть, он в своем труде систематизировал все имеющиеся данные по военным дисциплинам на тот момент времени. Их систематизировал, в первую очередь, и на базе собственного опыта, и имеющегося. И создал серьезный научный труд, который в дальнейшем, соответственно, помог воспитать достаточно большое количество начальников, и Кутузов считал себя учеником Суворова. Барклайда Толли, Багратион. То есть, данный системный труд, именно системный, комплексный, он позволил воспитать еще не одного поколения полководцев. Поэтому было и принято решение сохранить суворовские подходы, именно системность и комплексность, обобщить все имеющееся, что возможно. Создать методологию, ну и вот, согласно суворовским заветам, нести это дальше по возможности, как получить, ну, по возможности его средства. А вот как формировалась команда единомышленников? Вот у вас работают, получается, люди, которые, да, живут своей профессией, живут своим делом, готовы рассказывать о ней, там, молодежи, да, делиться своим опытом. Вот как вы собрались в одном месте? Ну, это как любое сообщество, которое в хорошем смысле заражено одной темой, одной идеей и так далее. То есть, ну, как тут, не сказать, что в каком-то месте собрались. Да, то есть, это вот люди, которые примерно увлечены одной и той же темой, да, были пересечения в жизни, в таких же простых и добрых разговорах, понимали, что цели и идеи близки. Ну, и вот так помаленьку, по одному, по два, по пять, грубо говоря, собирался коллектив единомышленников. Естественно, люди в первую очередь, они из одной среды, еще раз, это и бывшие действующие военнослужащие, понятные друг другу, с понятными идеалами, с понятной подготовкой. У нас телефонный звонок. После телефонного звонка мы вернемся к этому. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день, Дмитрий Завут. Вот, спасибо за программу, важную тему поднимается сегодня. Мы понимаем, что в современных боевых действиях это идет война технологий и выигрывают те, кто на шаг впереди. Вот, скажите, пожалуйста, Центр по обучению там операторов беспилотных летающих аппаратов и так далее, скажите, вот сами-ка, преподаватели, могут ли как-то вот эти знания актуализировать, собрать их воедино, чтобы понять, сейчас же мы понимаем, что очень много, так скажем, ну, условно, апелье, которые изобретают новые технологии и потом передают их для масштабирования в различные производственные уже, на заводы, где их делают. Вот, возможно ли как-то, ну, нет единого реестра, это же не как раньше Минобороны, когда было там одну и ту же пушку, выпускали по 40 лет, чтобы самые разные технологии объединить в едином центре, так, чтобы эти знания были актуальны, чтобы обучать пилотов, ну, всем возможным вариантам вот этих самых разных видов беспилотных летательных аппаратов. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Уважаемый гость. Наверное, я отвечу. Ну, первое, что, прям вот, вопрос абсолютно актуальный, действительно, сейчас Министерство обороны ищет методы, возможности решения, перспективные изделия, ведется колоссальная работа, поэтому в этом направлении мы работаем с людьми, которые дали небо в области прикосновения, то, что сейчас актуально, работает, мы, конечно, это берем за базу преподавания. Действительно, нет единого реестра БПЛА, поскольку он сейчас в стадии формирования. Огромное количество перспективных изделий, которые проходят апробацию, идут летные испытания, и Министерство обороны активнейшим образом сейчас работает в этом направлении, и появляются очень интересные изделия, которые действительно еще даже не представлены на линии боевых соприкосновений. Поэтому в этом направлении мы тоже работаем, и все те перспективные вещи, которые появляются, стараемся с большими разработчиками точно взаимодействовать, что будет завтра. Конечно, мы не можем охватить все инициативные группы, это просто нереально. А те перспективы, те направления, те перспективные изделия, которые будут даже через полгода, через год на линии боевых соприкосновений, ну, в первую очередь, конечно, от крупных производителей данных летательных аппаратов. Это мы отслеживаем, ведем совместную работу, для того, чтобы к моменту их апробации и прохождения определенных испытаний, они уже были нам понятны, мы могли учить специалистов именно этих летательных беспилотных аппаратов, которые будут завтра, послезавтра представлены уже в бою. Вот эти все знания, они уже собраны, как мы уже только начали говорить, в специальное методическое пособие. Вот расскажите, насколько долго оно подготавливалось, о вашем труде, так скажем, вашей организации. Ну, изначально была создана книга «Комплексные подготовки населения», это в которой затрагивались все, ну, это, можно сказать, как общая пояснительная записка, да, по всему тому курсу, про который мы сейчас обсуждаем. Здесь раскрывались темы, но не полностью. На все, на это у автора ушло, наверное, более уже, можно сказать, более трех лет, так как была создана первая книга, а так как нужно было понимать, что это стало актуальным, стали раскрывать те темы, которые были прописаны здесь, в последующем, уже в методичке. Первая методичка, которая сейчас вышла, это методическая рекомендация по начальной военной подготовке для педагогов. То есть здесь уже полностью прописана вся расчесовка на каждую тему, каждый день, занятия, то есть все, все полностью то, чему обучаются сами преподаватели, чему они в последующем будут обучать уже своих слушателей. У вас есть интересный девиз в вашей организации. Вот расскажите о нем и вообще вот как, что залеет мотив, чем пропитана ваша организация? Это такая вот историческая нотка, без которой никак. Ну, как уже Кирилл Валерьевич отмечал, что у нас название «Наука побеждает» все в целом зародилось от прекрасного такого поколодца Суворова. И, в принципе, девиз наш тоже связан с ним. Это теория без практики мертва, а практика без теории слепа. То есть одно без другого не может никак сосуществовать. все должно быть едино-цело. И, в принципе, вот эта историческая личность во многом повлияла на наших коллег, на тех, кто создал эту прекрасную организацию. и я бы хотела отметить, наверное, еще то, что патриотическое воспитание в принципе невозможно без изучения истории. Поэтому, как наши сотрудники хорошо знают историю, и своих героев, героев каждой практически, войны, с которой сталкивалась наша могучая страна, всеми нами любимая, патриотическое воспитание не может быть без истории. Вот, действительно. поэтому всегда, с молодежью, проводится работа и в этом направлении в том числе. То есть, историческая справка, мы, как на своем сайте, в социальных сетях, периодически размещаем информацию, точно так же и с детьми это всегда прорабатывается, проговаривается, потому что, в принципе, с помощью истории, помимо патриотического воспитания, можно привлечь еще и к этой специальности, военной, к этой сложной работе, действительно, мужественной, опасной, но достойной. И именно поэтому история является просто неотъемлемой частью. Кстати говоря, по поводу того, что затронули эту тему про патриотическое воспитание и привлечение внимания к этой профессии, наш центр в том числе именно занимается подбором и помощью поступления в ведомственные учебные заведения. То есть, это и МВД, и Росгвардия, и ФСБ. Если вдруг ваш ребенок захотел пойти по стопам военного или любой другой силовой структуры, соответственно, можно к нам обратиться, где мы поможем и в подготовке, в том числе подскажем, какие экзамены сдавать, где можно пройти дополнительные курсы, самостоятельно подготовить к начальной как раз военной подготовке. профориентация. все, соответственно, это осуществляет наша организация, и, естественно, пропаганду тоже мы введем, то есть, рассказываем вообще об особенностях работы в этих структурах, в том числе. Ваша организация работает вот с какого года? Непосредственно данная организация, о которой мы сейчас говорим, она работает, была открыта, зарегистрирована в прошлом году. Хотя подготовительная работа велась уже далеко не первый год, я говорю, начинали мы задолго до того. Это вот некая квинтэссенция. То есть, за такой небольшой короткий промежуток времени уже сделано много. Я почему и акцентировал внимание, то есть, не на пустом месте, мы шли к этому не один день. То есть, это уже, говорю, некая квинтэссенция, некий рубеж, к которому предшествовала достаточно большая подготовительная работа, к этому тоже надо было прийти. Поэтому мы уже знали, что делать, для чего мы это организовываем. И это действительно уже на базе ни одного года работы с молодежью, ни одного года донесения информации. И многие вещи, которым вот сейчас, грубо говоря, обрамили в эту организацию, они уже вот были сделаны, они уже из земли. То есть, они уже апробированы, сделаны. И здесь уже просто накопившийся определенный опыт, знания организационные, технические, они вот как раз вылились в создание данной организации. А вот расскажите о планах. Вот сейчас, да, вот около года вы официально существуете. Что дальше? Ну, о планах, наверное, очень тяжело в нынешний момент времени говорить. Объясню, потому что, во-первых, то, что мы наметили, то, что мы планируем это реализовать, реализовать в жизни, реализовать те планы, которые мы с вами сегодня даже проговорили, это уже большая задача. А дальше сейчас жизнь достаточно динамичная во всех направлениях. Возможно, конечно, поступят новые задачи, новые реалии, на которые будем, соответственно, адекватным образом реагировать. Поэтому, на каких-то далеко идущих масштабных планах, наверное, говорить проблематично. Жизнь подскажет. Ну, действительно, у вас работа разноплановая, она идет в ногу со временем, да? Давайте вот поговорим про социальные проекты. Анастасия, вот, какой, может быть, самый яркий, чем вот хотелось бы поделиться, да, вот, самые запоминающиеся за последнее время? Ну, если честно, все яркие, все запоминающиеся, да? Потому что каждая работа, которая связана с социальной деятельностью, она действительно всегда важна. Важна не сколько для нас, сколько для общества, да? Мы это прекрасно понимаем. И, наверное, работа с детьми сейчас все-таки является ключевым направлением именно с точки зрения того, что это наше будущее. поэтому важно именно взаимодействие с учебными заведениями, это подготовка специалистов туда, как раз то, что мы делаем. И в социальной деятельности, как я уже до этого отмечала, именно набор вот этих вот социальных групп из неблагополучных семей, да, или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы понимаем, что ситуации бывают разные, там, да, и семьям погибших, да, бойцов специальной военной операции, в том числе, помощь, и психологическая поддержка, и детям. То есть, у нас есть, помимо прочих, да, федерация рукопашного боя. Ну да, давайте немножко о спорте тоже затронем этот интересный момент. Опять же, да, одно без другого не может существовать. То есть, рукопашный бой, это тоже как одна из составляющих, в том числе, в подготовке. Поэтому, естественно, проводится у нас в 12 муниципалитетах есть свои вот эти вот спортивные, да, кружки по рукопашному бою, где в том числе предоставляются бесплатные занятия для детей. Также организуются им спортивные сборы, соревнования, в том числе, помощь даже в обмундировании, да, это все тоже входит в нашу социальную деятельность. Только вот за последнее время, насколько мне известно, было несколько открыто таких отделений по рукопашному бою в разных муниципальных округах. И ребята очень активно идут, им это интересно, и родители заинтересованы, что ребенок, да, он не проводит время за компьютером, в гаджетах, а он идет и занимается спортом. Да, действительно, это так и есть. Очень много детей, в принципе, к нам приходят и заинтересованы именно в рукопашном бою, потому что у нас есть там и каратэ, и бокс, в принципе, но рукопашный бой, все-таки, мы понимаем, в наших реалиях, да, это то, что действительно всегда может пригодиться, ну, как бы, самозащитой, да, самозащитой, то есть это те самые приемы, которые, ну, скажем так, вне ринга действительно могут пригодиться. И, тем не менее, все равно, естественно, даже мы пропагандируем, что применение силы, это все-таки мы должны стараться все решать с помощью коммуникаций. Вот, но тут все-таки главное направление, да, это именно социальная работа, взаимодействие вот с этими группами населения, которые нуждаются, да, в помощи дополнительной силы. То есть вот даже вот спортивная форма, да, вы предоставляете ребятам? Да, 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 как я сказала, да, это действительно все предоставляется нашей организации. И, опять же, кстати, гуманитарная помощь в зону боевых действий, это тоже одно из самых сейчас, наверное, важных таких направлений. И, опять же, как и говорила, это пропаганда, поступление вооруженной силы, да, в учебные заведения, силовых структур. Это то, что сейчас действительно важно обществу и нашему государству. Это вот вот даже донесение, да, определенных социальных слоев, то информацию, поймите, сейчас государство очень много делает для правоохранительных органов, для армии, а это определенный социальный лифт для подрастающего поколения. не во всех социальных группах есть деньги на платное образование и так далее. А здесь государство берет на себя обязательства определенные, это предоставление квартир военнослужащим. Ну, меры социальной защиты все прекрасно знают, а вот донесение до подрастающего поколения, что это определенные гарантии дальнейшей жизни, достаточно понятные гарантии, и они все реальные, абсолютно, поскольку государство много внимания этому уделяет. Вот это тоже наша задача, как кобулировизация. Сегодня есть много стереотипов и заблуждения в военной службе, вот именно вы их, наверное, и разрушаете. Ну, по мере возможностей. По мере возможностей. Наша программа подходит к концу, давайте подведем итог нашей беседы. Может быть, в конце нашего эфира хотели бы что-то подрезюмировать, сказать нашим телезрителям, может быть, напомнить или подчеркнуть. У вас есть сейчас такая буквально уникальная возможность в течение нескольких минут это сделать. Ну, на самом деле хотелось бы подытожить все тем, что любите свою Родину, действительно, и будем все вместе стараться идти вперед к тому, чтобы наше подрастающее поколение воспитывалось действительно настоящими специалистами, чтобы получилось все у нас в будущем и подготовить преподавателей в школу по вот этой прекрасной специальности. И что дети будут получать именно те знания, которые будут действительно настоящие, практические и достойные. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о своей работе, о работе своей организации, о патриотическом воспитании наших современных детей. Это была программа «Тема дня». Я думаю, мы увидимся в ближайшее время. Спасибо вам большое, Захир. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.